День. Час в час. Минута в минуту. Радио Болтком. Утро на Болткоме. Как здорово, вот как мы говорили о том, что наши люди изобретательны и реализуют себя там, вот кто-то строит какие-то, господи, трассы в Бахрейне или где-то там в Саудовской Аравии, в общем, разъезжаются по миру. Ну, с одной стороны, гордишься, с другой стороны, даже жалко, что вот наши таланты как-то вот, ну, Россия, ну, кормит земля латвийская, вот, значит, мировое собственности. Совсем не жалко. Совсем не жалко. Вот мы тут радость. А вот и не подерёмся. Да. Наоборот, радость, что столько талантливых людей у нас рождается и реализуется и несут светлое имя, так сказать, Латвии широкому миру. И себя показать, и мир посмотреть, ну, чего ж плохого-то? И вот сейчас прекрасный пример. Наша латвийская музыкант-скрипачка Элина Букша, которая, ну, в настоящее время уже проживает и работает в Европе, в частности, в Бельгии. Здравствуйте, доброе утро, Элина. Доброе утро, здравствуйте. Насколько, ну, вот, как часто удается приезжать в Ригу, как складывается, что сейчас происходит в вашей жизни, насколько вот востребованы латвийские музыканты в Европе? Сразу куча вопросов, на которые хочется получить ответ. Вы знаете, мне, для меня очень важно приезжать обратно домой, это для меня очень важное место, это остается как бы моим началом, и все мое музыкальное развитие. Самое, как бы, вот основное произошло тут, конечно, тут мои друзья, моя семья. Так что для меня это очень важно, возвращаться, договориться, просто, как бы, нарядиться энергией вот этой любви, вот этих любимых людей, потом Юрмала, которую я так люблю, и наше Балтийское море. Жизнь в Европе, естественно, она другая. Она, может быть, в каком-то плане более динамичная. Конечно, до пандемии я разъезжалась и путешествовала гораздо больше, чем сейчас. Но так и так были концерты, они есть, просто немножко остановился вот тот ритм, понимаете, он не такой интенсивный, конечно, поскольку, ну, мы знаем почему. Вот я, наверное, ответила на ваш вопрос. Но, с другой стороны, вопрос продолжался тем, насколько знают Латвию в Европе, насколько вот латвийские музыканты имеют шанс проявить себя, насколько высокая вот конкуренция в среде музыкантов, чтобы добиться какого-то успеха за пределами Латвии. Конечно, конкуренция невероятна, и тут уже ничего не поделать, это так, это хорошо, мне кажется. Но латвийские музыканты, латвийские артисты, мне кажется, что это какой-то феномен. Я не могу ответить на вопрос, почему это так, но нас, правда, есть, у нас есть такие интересные, великие личности, которые сейчас добиваются невероятных успехов в Европе, и они очень востребованные. Мне очень сложно объяснить, почему, но я думаю, что у Латвии есть место там, и у латвийских музыкантов есть место там, и люди знают Латвию, люди очень интересуются, они понимают, что это как бы балтийские страны, очень часто они путают до сих пор нас с Литвой, потому что на французском, они не могут до конца понимать, так что я всегда очень так строго говорю, это Латвия, но у нас есть место в мире, мы его заслужили, и я очень горжусь этим. Скрипка, насколько, вот, я понимаю, что это невероятно сложный инструмент, в котором очень много зависит от личности исполнителя, вот, насколько она неисчерпаема, то есть, вот, сколько учатся, продолжают учиться музыканты, общаясь с этим инструментом? Да, инструмент бесконечный, но и музыка бесконечная, понимаете, и все меняется годами, все идет вперед, как река, все течет, течет, не останавливается, и я думаю, что когда человек думает, когда человек очень ясно чувствует реальность вокруг себя, музыка очень меняется, и меняется игра на скрипке, все развивается, бывает новых впечатлений, потом, вы знаете, это такой процесс, каждый день я про это думаю, каждый день я размышляю, что все-таки правильно, что неправильно, если существует правильно или неправильно, но скрипка, как инструмент, как любой инструмент, это отдельное дело, потом идет музыка, и уже, вот, когда они встречаются, это что-то очень особенное. Можно ли сыграть на одной струне, как, вот, гласит легенда о Паганини, всю гамму скрипичной вот партитуры? Вы знаете, очень много, что возможно сделать на одной струне, у Паганини даже есть произведение знаменитой вариации Моисея, которое все играется на со-стрюне, на самой нижней струне скрипки, и это невероятно акробатическое произведение, очень сложное, очень тонкое, и все происходит на одной струне, где-то 6-7 минут, такие вот интересные всякие прыжки, и потом очень красивая музыка, так что, видите, все возможно. Элина, а насколько вот репертуар исполнителя пополняется? Ну, то есть, простите за такую аналогию, у исполнителей популярной музыки, вот, ну, условно говоря, есть свой там набор песен, с которыми они выходят, и это один и тот же репертуар, который может не меняться годами. Насколько часто меняется репертуар, вам приходится разучивать новые произведения, и есть ли вот какой-то предел вот этому? Вы знаете, все зависит от личности, естественно, потому что у каждого музыканта, я считаю, ну, это видно, понятно, есть какая-то своя ниша, то, что у него получается лучше или у нее, но, как я говорю, все зависит от личности, вот какой человек, если он любопытный, если ему интересно, если ему хочется, вот, как бы себя, сделать себе челлендж, понимаете, потому что так можно найти, конечно, нужно играть стандартный репертуар всю жизнь, и в нем копаться, копаться. Я знаю таких людей, которые великие, естественно, музыканты, но у них очень определенно, как бы, понимаете, вот стоят какие-то рамки, и они не выходят за пределы вот этих рамок. Я немножко другой, чем, потому что мне все очень интересно. Я постоянно что-то ищу, что-то нахожу и понимаю, что я ничего не понимаю, что я ничего еще не играла толком, что все то, что я делала, это, ну, как бы, окей, это прекрасно, но еще столько всего впереди. И иногда мне даже страшно, потому что я думаю, боже, если одной жизни хватит, понимаете. Ну, кстати, 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 в продолжение вопроса Олега я хотел поинтересоваться. Ну, складывается такое впечатление, наверняка, конечно же, обманчивое и неверное, но тем не менее, что классическая музыка, по крайней мере, партитуры для скрипки, они закончились где-то в начале XX века. Если фортепианная музыка развивалась, там, и, не знаю, про Кофеев, Шостакович и так далее, то кто для скрипки пишет в современности? Откуда берутся новые произведения? Есть ли вообще новые произведения для скрипки? Мы не берем, скажем, там, Александра Рыбака, который выбежал на сцену Евровидения, сыграл свою там сказку, спел же ее и убежал обратно. Именно классические симфонические музыканты, где вы берете современный репертуар? Ой, у нас очень много современного репертуара. Есть очень много разных композиторов, даже тут в Латвии у нас есть. Которые именно пишут для скрипки, да? Конечно, которые пишут для скрипки, и многие, которые пишут для скрипки, молодые композиторы тоже, и их очень-очень много. Я сейчас не могу назвать одно имя, потому что это правда. То есть мы можем быть очень спокойны, что для нашего инструмента пишут, и в разных комбинациях, и соло с оркестром, и камерную музыку, и просто соло для скрипки. Репертуар невероятный, бесконечный. Правда. А вот говоря про... Действительно, вот вы упомянули, что есть сольные произведения для скрипки, а ведь для каждого, вот как солдат мечтает стать генералом, но не всем удается стать руководителями, например. Вот карьера скрипача, вот насколько здесь вот выпадает какая-то удача, то есть можно остаться там третьей скрипкой в оркестре, можно стать вот, ну, сольным исполнителем. От чего это зависит? Вот это от удачи, везения, желания, способности? Как вот складывается это все? Ну, это очень сложный вопрос. Мне кажется, что, ну, конечно, удача, удача и невероятная работа, и потом очень ясно понимать, что ты хочешь в итоге. Понимаете, потому что есть очень многие люди, которые прекрасные музыканты, но как бы, да, у них не так много амбиции, скажем, потому что амбиции нет у каждого, и они тоже разные. И я считаю, что я с большим уважением отношусь к каждому музыканту, который часть оркестры, даже если это последний путь, для меня это не имеет значения, потому что я просто знаю, что это означает жить эту жизнь, учиться, задавать себе вопросы. Потом, понимаете, не всем очень везет с педагогами в детстве, которые, это же очень важно, вот самое начало, как бы база, потом люди страдают от технических проблем, и уже я знаю прекрасных музыкантов, которые ушли с этой профессии, потому что они поняли, что как бы им мало, или они не могут достигнуть того, что они хотели. Но современные мир совершенно сумасшедший, потому что все думают только о карьере, понимаете, это слово «карьера», в нем уже даже нет никакой глубины, это просто вот, чтобы быть где-то, но почему, что ты можешь дать публике, что ты можешь сказать, почему ты особенный, в чем твой секрет, любишь ли ты публику, такие вопросы не задаются, вопрос только карьера, карьера, карьера. Вот это тоже вот как бы такой почерк нашего сейчас современного мира, я считаю просто, ну, совсем-совсем-совсем, it's crazy, я так говорю всегда. Но в итоге мне кажется, что каждый человек сам внутри должен для себя решить, что для него правильно, но потом, как ускрипача у себя бесконечные возможности, ты можешь играть в хорошем оркестре, не в очень хорошем оркестре, ты можешь играть камерную музыку, квартет, трио, ты можешь играть соло, один, с пианистом, ты можешь стать дирижером, что очень многие делают, ты можешь играть и дирижировать. То есть, понимаете, ну, это целая планета, разные возможности. А как вы относитесь к музыкантам, которые стараются выйти за рамки академической музыки? Ну, вот я имею в виду Найджела Кеннеди, Дэвида Гаррета, которые, ну, исполняют, может быть, какие-то переделки популярных хитов для скрипки, выступают, ну, на стадионах, то есть стараются сделать это более попсово. Вы знаете, конечно, среди классических музыкантов есть какие-то такие очень неприятные шуточки по поводу этого всего. Что же они там, пса, ля-ля, это же так неважно, глупо. В общем, ну, вы понимаете. Но я считаю, что у каждого есть свое место, и, значит, эти люди должны этим заниматься. Я считаю, что, конечно, с одной стороны, они очень популяризируют, популяризируют классическую музыку, но, с другой стороны, они тоже придают какой-то привкус, что, может быть, она такая легкая, такая, потому что классическая музыка все-таки академическая музыка. Она требует какого-то погружения, каких-то знаний. И не всегда. Но чтобы еще раз ответить на ваш вопрос, я считаю, что у них есть свое место. Я за них очень рада. Я бы не пошла, может быть, на конце этой эпигиарии, потому что мне это просто неинтересно, понимаете. Но признать его существование и его важность в этом мире я не могу. Я не отрицаю, что у него есть вся какая-то миссия. Мне кажется, он тоже достаточно, кстати, сложный человек, который пришел через разные всякие жизненные скачки и, ну, как мы все, в принципе. Ну, он радует людей. Это же самое главное. Чем сейчас заняты вы? К чему-то готовитесь? Что репетируете? Ну, вот на данный момент я приехала в Ригу дать концерт 18 декабря в 6 часов вечера в зале «Артиссима». Вместе с моим другом, с моим партнером, с которым мы уже выступаем вместе, мы, мы тут 10 лет, как мы друг друга знаем, мы сыграли достаточно много концертов. Его зовут Рудольф Ланг, он пианист. И мы решили сделать эту программу как такое очень медитативное, какое-то медитативное размышление о современном мире. нам очень хотелось высказать то, что у нас накопилось внутри, потому что есть очень много, конечно, разных эмоций по поводу и пандемии, и искусства, и местное искусство, потому что мы чувствовали, что нас как бы оставили в последнем ряду, к сожалению, потому что очень долго я не могла играть, у меня не было концерта, все были. Или перенесли на два года вперёд, или просто всё было совершенно закрыто. И вот во время вот этого одиночества рождаются какие-то интересные идеи, мысли. И эта программа, когда мы её собирали, мы думали, что мы хотим сказать, как мы хотим себя выразить. И получилось очень-очень интересно. Правда. А что в этой программе прозвучит? Там будет музыка Арво Перта, современного эстонского композитора. Там будет две сонаты. Хорелли — это барочный композитор, итальянец. Там будет музыка Шнитке, его свита в старинном стиле. И там будет очень интересный, красивый опус Жана Сибелиуса, финистского композитора, хроматического. Но это очень сложно, как бы, эту программу говорить, её надо играть. И она очень... Мы придумали, вот как это должно быть, какое развитие это будет. Всех произведений объединяет невероятная какая-то такая тонкая, сентиментальность и очень что-то духовное, очень спокойное. Нам кажется, что это может быть как такой сеанс спиритуальности в каком-то плане может быть. особенно мы начинаем концерт с Арму Перта и его «Шпигелем Шпигелем», что, в принципе, наверное, самое такое минималистическое произведение для скрипки рояля. Буквально идут просто, наверное, 10 нот. Просто арпеджио и скрипка играет одну линию. Это что-то очень особенное. Я вообще очень увлекаюсь его музыка, она для меня очень близка. И я себя чувствую очень... Я себя чувствую как будто вот снутри она идет, и я должна ее играть, я должна с ней говорить. Понимаете? Это очень какое-то такое ощущение специфическое. как раз под Рождество, в общем-то. А было ли такое, что вам удавалось встретиться с композитором, который создавал музыку, которую вы играли? Да, было пару раз. Конечно, я играла очень-очень... Я считаю, великий совершенно цикл для певца с струнами и роялем. который называется «Строф в Венеции» нашего композитора Артура Маска. Я играла несколько раз. Я считаю, что это... Я могу даже сказать гениальное произведение. Там используются даже стихи Бродского, Калафиса. И там композитор Маска совершенно высказал свою любовь тоже к Венеции, к воде, как такое. И я обожаю Венецию. И мы с ним говорили про это произведение. и давал какие-то советы. Это очень особенное ощущение, что ты можешь коммуницировать с композитором. И сейчас вот тоже у меня были пару встреч. Не буду говорить с кем, но молодыми композиторами был запись, с которыми мы думаем что-то вперёд. И это тоже очень интересно, когда ещё ничего не родилось, но вы говорите про эту идею. это очень здорово. И, конечно, когда я участвовала в разных крипичных фокусах, там всегда во втором туре играется современное произведение, которое специально написано для этого фокуса. И очень часто композитор был там. И мы дружили, мы рассказывали другую историю, делились впечатлениях о произведениях. Так что да. Ну что же, мы очень рады, что вы приезжаете, Лина, не забывайте о Латвии, приезжаете порадовать латвийских зрителей, слушателей и композиторов в исполнении их произведений. Давайте напомним 18-го числа в субботу концертный зал Артисима. Встреча с Алиной Букши и прекрасной музыкой. Спасибо вам, Ирина, хорошего дня, удачного концерта. С наступающими. Всего доброго. Ну а мы продолжаем, продолжается программа на, ну, заканчивается утро на Болткоме, но продолжается программа Радио Болтком. Напомним, что впереди у нас и программа Прямая речь будет Елговый Андрис Равинш, ИСАЦ, СОЛОКРУ, КВАДЪЦ, Латвейс ФАКТИ, Айгарс Фрейманис.